Многие крупные издания в один голос говорят, что Шойгу отстранили от управления. По сообщениям от источников в Министерстве обороны, Путин отстранил Шойгу от всех дел сразу после происшествия на Крымском мосту. Он устал терпеть его провалы. Происшествие на Крымском мосту стало последней каплей. Это было как плевок Путину в лицо на 70-летний юбилей. По рассказам источников, Путин орал на Шойгу за провалы, не сдерживая себя в выражениях. В высших армейских кругах говорят, что Путин посадил Шойгу на вазелин. Теперь его называют вазелиновым генералом. Источник утверждает, что высшее руководство искренне радуется этому. Шойгу никогда не нравился генералам российской армии. Никто не понимал, за что Путин поставил его министром обороны. Шойгу не служил в армии, все эти годы он занимался показухой. Его внимание было уделено набору новых генеральщ и увешиванию себя медалями за взятие генеральщ. Путину приносили доклады, что армия находится в разваленном состоянии, процветает коррупция и дедовщина. Но он закрывал на все это глаза, говорил Шойгу разберется. Теперь его терпение лопнуло, дальше некуда. Шойгу не присутствует на совещаниях. Официально его пока не уволили, чтобы не создавать панику, но это вопрос времени. Сейчас он выполняет функцию свадебного генерала, но в кулуарах его стали называть генерал Вазелин.